Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает вопадом. Сегодня речь пойдет о книге с очень необычной историей. На самом деле, Шамайка это книга, которая в детстве для многих стала одним из излюбленных чтений. Если вам Сентон Томпсон что-нибудь говорит, имя вот это, вот эта фамилия двойная, да, то в принципе вы все про Шамайку Коваля уже знаете. То, что придумал когда-то один писатель на одном языке в одном веке, а в другом веке, спустя там 10, 20, 50 или больше лет, переписал другой писатель на другом языке в другой стране, это совершенно другие книги. Собственно говоря, история Шамайки такова. Значит, прекрасный совершенно писатель Сентон Томпсон написал историю про кота. Ее взял Юрий Коваль и сделал из нее сценарий. По этому сценарию должен был быть фильм. И предисловие книги, короткое, но емкое, все об этом рассказывает. Предисловие написал Рован Быков. Я хочу сказать, что это действительно очень частая история. То, что пишет Рован Быков, то, что произошло, допустим, с доктором Дулитвом. Ну, доктор Дулитв – это классический пример подобной вещи. Была, значит, сказка. Эту сказку по-русски, ну, фактически никто не знает, да. Ну, знают специалисты по литературе, что был такой лофтинг писатель. Вот он придумал этого доктора Дулитва. Вот этого доктора Дулитва взял Корней Иванович Чуковский. И сделал из какого-то непонятного Дулитва нашего понятного, любимого, абсолютно гениального доктора Айболита. Потому что, понимаете, Айболит – это по-русски Айболит. Он совершенно не может быть переведен адекватно обратно на английский. И хотя там обезьянка Кики, здесь обезьянка Чичи, там, значит, собачка, здесь собачка, там доктор, звериный доктор, здесь звериный доктор. Это совершенно разные истории. Вот не хватает персонажей и не хватает сюжетов для того, чтобы… Недостаточно персонажей, недостаточно сюжетов для того, чтобы история была рассказана дважды. Всегда каждый, кто рассказывает, он всё делает по-своему. Он всё пересказывает по-новому. И это получается новая история с новыми смыслами. И это прекрасно, потому что не количество сюжетов в мире ограничено, как писал писатель, ну, вы, юные читатели, слушатели, вы еще не знаете. Борхеса, ну, потом знаете, да, он вообще всего четыре истории находил, ну, пять с небольшими оговорками во всей мировой литературе. Так вот, не количество сюжетов ограничено, а количество способов восприятия сюжетов ограничено. И вот как раз в способе восприятия Сетан Томпсон и Юрий Коваль немножечко расходятся. Оба очень любят животных, оба умеют писать о них так, что, в принципе, мы эту шамайку любим всей душой. Мы всех любим в этой книге, и негра Джима, и японца, который никакой не японец вообще совершенно. Им просто очень выгодно называться японцем, потому что это модно. И если на вывеске лавки написано «Продажи животных, японец, смотри, Токио», то это, конечно, сразу то, Токио, о, Токио, у, экзотик, да. Это, конечно, понимаете, как работает, да, но это совершенно не правда. Вот этот самый японец Мали, вот, и это Лиззи, вы все узнаете в ней вредоносную сестру, значит, доктора Айболита из мультфильма хотя бы, да. Это прекрасная совершенно Варвара, вот, чтобы ей... Она, конечно, эта Лиззи очень хороша, очень колоритно получилась, и все получились колоритно, но животные получились у Коваля лучше всех. И вот об этом как раз очень здорово пишет Рован Быков. Наверное, эта цитата, ее стоит зачитать, говорит о творчестве Коваля больше, чем какая-либо другая за всю мою жизнь услышанная, да. Значит, если для Сетана Томпсона очень важен сам факт, то для Юрия Коваля факт только начало, а дальше начинается самое главное. Как раз то, что я пытался вам сказать. Там, где Коваль шутит, он грустит. Там, где он грустит, он любит. Там, где любит, он защищает. Он ни на кого не похож, он добр, прост и при том удивительный. Он любит природу, животных и детей. Это его мир, и это то, что он защищает. Природа, животные и дети. Слушайте, рай – это там, где нет людей, а только дети и собаки. Это сказал поэт Инна Кабыш. Если вы не знаете Инна Кабыш, это стихотворение, то оно начинается рай. Это так недалеко. И вы обязательно его прочтите. Но речь сейчас не об этом. Коваль действительно умеет защищать самим текстом, самой историей то, что ему дорого. И, конечно, вот это волшебное преображение, очень напоминающее классическую детскую и недетскую литературу, допустим, Блинца и Нищего, да, когда все, вы помните, как они все пляжут вокруг Шамайки? Как это редкой породы удивительный зверь, чрезвычайно дорогой. А как он питается? Ну, что вы, что вы. Кормил его лично сам, никому не доверяют и так далее. Лизи, как у нас преображается эта Варвара омерзительная. Господи, это великолепно написано. Это надо читать. И иллюстрации, которые в этой книге сопровождают текст, это тоже иллюстрации советского времени. Это старые добрые картинки, которые мы помним, возможно, из своего детства. Ну, если мы с вами ровесники, да. Посмотрите, они очень живо изображают все эпизоды этой истории. А самое главное, очень натуралистично, очень, я бы сказал, с большим вниманием к мельчайшим деталям показывают всех звериных персонажей. И когда в конце уходят как бы в будущее, уходят в неизвестность наши герои, да. Вот здесь есть этот кадр. Вот тоже прекрасный совершенно форс. Посмотрите, тут все это зверье чудесным образом нарисовано. Вот, когда они уходят в конце, да. Это тоже очень-очень запоминающаяся иллюстрация. Вот саму книгу я сильно подзабыл, а вот эту картинку помнил. И когда вы будете читать Шамайку, еще раз убедитесь, насколько важно для в детском чтении, чтобы были такие книги о животных. Они не просто какую-то сентиментальную жалость братьям нашим меньшим пробуждают. В конце концов, мы живем рядом с ними, используя их как только можем. Мы их едим, мы их, значит, эксплуатируем, и в этом ничего нет. Но дело в том, что человек устроен таким удивительным образом, что даже то, что не является одушевленным, то, что даже предметы, я уже не говорю о живых существах, включая те, которые являются пищей, да. Вот. Мы умудряемся любить. Наше человеческое свойство таково, да, свойство разума. То, что природа задумала для утилитарных, ничтожных целей, для выживания стаи, да, для, значит, продолжения, доминирования вида, да, значит, для этого, это была видовая уже эволюция, да, внутри вида, значит, особая организация. Фрэнсис Бэкон, по-моему, сказал, что семья – это чудо, созданное природой, да. Вот семья – это было специально инстинктами организовано, так далее, да, для того, чтобы выживаемость повышалась, да, для размножения, да. Все это переросло из начальной рамки, превратилось в нечто гораздо большее. Человек одушевляет и любит все, что его окружает. Это наше свойство. Возможно, для этого мы и пришли в этот космос, в это мироздание, да. И вот такие рассказы о животных – это гораздо больше, чем просто рассказы, добрые рассказы о милых зверюшках. И гораздо больше, чем просто воспитание, значит, уважение и сострадание вот братьям нашим меньшим. Это, ну, вещь, которую очень сложно сформулировать, да, особенно не пользуясь терминами, значит, религиозных мироучений. Итак, Юрий Коваль, Шамайка. Прекрасная детская книжка, полная юмора, полная глубоких уроков жизни, о том, как быстро переменчиво наше положение, и как некоторые люди очень быстро, значит, подстраиваются под новые обстоятельства, и о том, что все-таки заботу, дружбу и верность друг к другу следует ценить, и можно в книге увидеть, как это выглядит по-настоящему, как это нам написал Юрий Коваль. Вслед за Сетаном Томпсоном в фильме, который так и не был снят, ну и бог с ним. На самом деле у нас есть чудесная повесть, которая написана, по-видимому, как и все фактически у Коваля. Люблю его безумно, конечно, на все времена, да. Это вечная литература. Спасибо за внимание.